Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравствуйте, в эфире Минское городское управление МЧС. В студии Анастасия Гарбов. Почти три тысячи выездов на пожары и загорания совершили с начала года столичные спасатели. На пожарах за это время погибли 25 человек. Только на минувшей неделе жертвами огня в столице стали четверо. Далее об этом подробнее. Минск чрезвычайный. Минувший четверг горело неэксплуатируемое здание по улице Лынькова. Доступ в которое был ограничен, но имелись следы взлома и проживания людей. Позже выяснилось, что в больницу с ожогами первой и четвертой степени всего 51% тела обратился 50-летний мужчина, проживающий в соседнем доме. Как оказалось, травму он получил именно на этом пожаре и самостоятельно покинул место происшествия. В крайне тяжелом состоянии он был госпитализирован, но спасти его не удалось. Вчера он скончался в больнице. Также на минувшей неделе горела квартира по улице Любимова. Хозяйку бойцы МЧС обнаружили в горящей комнате на полу без сознания. Маски для защиты от дыма понадобились и двум соседкам, но они все же успели надышаться продуктами горения. Всех троих пострадавших увезли в больницу. Также из дома были эвакуированы еще два человека. Они не пострадали. Причиной пожара могло стать курение. Минск чрезвычайный. В выходные пожар произошел в доме по улице Мержинского. Горела квартира на четвертом этаже. В пожаре погибла 68-летняя хозяйка, инвалид первой группы по опорно-двигательному аппарату. Причина трагедии устанавливается. Еще две жизни в начале этой недели унес огонь в одной из квартир на улице Денисовской, куда бойцы МЧС попали через балкон на втором этаже. Но к тому моменту ни 58-летнюю хозяйку, ни ее 62-летнего приятеля спасти было уже невозможно. Женщину нашли на диване, мужчину рядом на полу. Причиной этой трагедии, вероятнее всего, стало курение одного из погибших. Минск чрезвычайный. ЧП произошло и на столичном заводе вычислительной техники по улице Притыцкого. На техническом этаже цеха загорелись электрические кабели. Из зданий спасатели эвакуировали более двух десятков работников. Никто не пострадал. Причиной возгорания, возможно, стало нарушение техники безопасности при проведении огневых работ. На минувшей неделе спасатели дважды приходили на помощь малолетним детям. В квартире на Неманской они помогли достать застрявшую между стеной и радиатором ногу трехлетнего мальчишки, а на улице Русиянова пальцы руки четырехлетней девочки, зажатые в металлической крышке. Призываю всех родителей быть внимательными и не оставлять детей без присмотра. Минск чрезвычайный. Накануне новогодних праздников МЧС еще раз обращается ко всем радиослушателям. Во избежание трагических последствий, связанных с использованием пиротехнических изделий. Курением. Курением в состоянии алкогольного опьянения. Помните, что только соблюдение правил безопасности сделает ваш праздник счастливым и радостным. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова